На площадке Амур-Экспо-2024 говорим с экспертами и участниками деловой программы Российско-Китайского экономического форума. Приветствуем Олега Гатауловича. Вы принимали участие в открытии Российско-Китайского форума, это происходит у нас ежегодно, очень торжественная церемония. И хочется сразу обозначить, что Благовещенск, а вы как глава города, борется за звание Центра Российско-Китайского сотрудничества на Дальнем Востоке. Вот какие аргументы мы используем? Почему Благовещенск именно претендует на эту роль? Добрый день, Инон. Действительно, сегодня стартовал очередной форум Амур-Экспо. Считаю, что это очень важное и знаменательное событие для Преамурия в целом и, конечно, в частности, для города Благовещенска. Каждый год география участников растет, масштаб действительно впечатляет. Почему Благовещенск? Ну, в первую очередь, наверное, это уникальное географическое положение. Действительно, нет у нас в России такого города, который в такой непосредственной близости, я напомню, это 800 метров всего, находится на расстоянии от не только другого государства, но и от другого достаточно крупного административного центра Китайской Народной Республики. И, конечно, в данном случае грех не воспользоваться этими преимуществами. И на сегодняшний день у нас уже достаточно серьезно развивается логистика, транспортная инфраструктура. Мы знаем, что у нас уже построен международный мост через реку Амур. У нас ведется активная работа по созданию канатного перехода. Это тоже, кстати, уникальное мероприятие, уникальный объект, который действительно будет единственным в мире трансграничной канатной дорогой. В прошлом году введена в эксплуатацию новая взлетная посадочная полоса, которая сможет принимать широкопрестеляжные борта. И именно это тоже позволит развивать именно международное сотрудничество в части дальних авиаперелетов. Начато в рамках концессии строительства международного терминала в аэропорту. У нас ТЛТ «Каникурган» также достаточно активно ведется работа по развитию логистической складской инфраструктуры. Мы знаем, что в Ивановском районе Березовки строится в рамках сухой порт Благовещенск. Строится тоже грузовой терминал железнодорожный. То есть все это попадает в концепцию развития нашего Евразийского союза. И в рамках концепции, кстати, китайской концепции «Один пояс, один путь». И все это такими элементами логически в некую цепь связывается. Я не вижу больше в России таких вот точек соприкосновения, которые есть у нас, уникальные точки соприкосновения. Это во-первых. Во-вторых, у нас достаточно богатая история взаимоотношений между нашими городами, между нашими регионами, между нашими странами. Как раз-то именно на площадке Благовещенск «Хэй-Хэ». Достаточно богатый опыт у нас в гуманитарной сфере и спортивные мероприятия. Мы знаем, что у нас уже несколько лет проводится серьезный мероприятие, такой как фестиваль зимних видов спорта. И в этом году его посетило рекордное количество, более 20 тысяч участников, которые проходят непосредственно на реке Амур, на границе, можно сказать. Это тоже достаточно уникальный проект. У нас проходит международный фестиваль «Детство на Амуре», где участвуют ребята не только из России, но и из Китая. У нас ряд других мероприятий. Есть международный оркестр, обмен делегациями происходит на постоянной основе. И, конечно же, это нужно развивать. Это нужно развивать. Для этого нужно искать новые площадки, новые возможности, новые форматы. И Благовещенска, считай, как раз, можно сказать, создана для этого. Как раз о новых площадках по поручению президента Российской Федерации, по итогам прошлогоднего форума, было решено построить именно в Благовещенске российско-китайский центр международного сотрудничества. Что включает в себя этот проект? Это ведь не только площадка для выставок, это что-то больше о бизнесе, о сотрудничестве. Действительно, в рамках защиты наших мастер-планов городов, мы, кстати, защитили мастер-план развития города Благовещенска 2030 года. И достаточно много ключевых поручений было дано президентом Владимиром Владимировичем Путиным, правительству Российской Федерации, в том числе и создание Международного центра российско-китайского делового сотрудничества. Если говорить общими словами, это комплекс более 36 тысяч квадратных метров, который будет включать в себя площадки, такие как экспо, ритейлы, офисные помещения, различные площадки для питания. То есть это достаточно будет крупный центр, если мы говорим о неком комплексе зданий. Располагаться он будет непосредственно в самой центральной части нашей, так называемой «Золотая миля». В рамках Амурской концессии этот проект уже начал реализовываться, уже разрабатывается техническое задание для проектировщиков, городом прорабатываются вопросы территориального планирования, запрашиваются технические условия. То есть вся предварительная работа уже началась, и как раз-то эта площадка и будет у нас служить для мероприятий такого масштаба, как Мурский экономический форум, потому что, как я сказала ранее, масштаб расширяется, и действительно нам нужно уже заходить в более современные оборудования специально для таких мероприятий помещения. Это во-первых. Во-вторых, как говорил ранее, у нас уже есть история различных мероприятий в других сферах, в социальной сфере, в бизнес-сфере, площадки для переговоров, для каких-то локальных выставок, они нам крайне необходимы, и поэтому уверен, что этот экспоцентр будет у нас загружен постоянно и очень востребован. И, собственно, сам центр, как комплекс зданий, распространяя свою энергию, охватит весь город, и наш город действительно станет центром российско-китайского делового сотрудничества, и не только делового, но и сотрудничества в области туризма, образования. Я сегодня говорил, что туризм для нас очень важен, мы на него делаем основную ставку, для этого у нас есть все, и нам действительно нужно развивать этот наш туристический потенциал. А поток туристический, отмечается рост? Ну, понятно, что после пандемии и ограничений сейчас набирается снова обороты. Возвращаемся ли мы к прежнему уровню? Да, мы возвращаемся к допандемийному 2019 году, но динамика достаточно хорошая, я уверен, что мы, естественно, придем к объемам туристических потоков допандемийного и значительно их превысим. Для этого нам нужно подготовить и нашу инфраструктуру для принятия туристов, это и точки маршрутов, куда мы можем везти туристов, это и инфраструктура в виде отелей, в виде точек общественного питания, возможности посетить, по скажем так, упрощенным схемам различные точки, то есть создание неких электронных приложений, сопровождений. Сейчас, кстати, мы активно над этим работаем, буквально сейчас идет проработка приложения, где каждый турист может там касанием пальца узнать, где находится та или иная достопримечательность или объект, который интересует нашего туриста. И, конечно, стараемся вовлечь большее количество наших местных предпринимателей, которые оказывают услуги в области не только туризма, но и других сопутствующих услуг. И не только, чтобы было посещение китайскими туристами определенных точек, их китайскими туроператорами, а именно был охвачен весь город. Для этого у нас тоже ведется работа, я уверен, что это тоже даст серьезный толчок для развития нашего международного туризма. Это все, оно будет способствовать и развитию Благовещенского в целом, я имею в виду не только туристических мест, потому что это станет точкой роста, именно развития российских отношений, это, опять же, экономика и благоустройство. Совершенно верно. Любое развитие имеет мультипликативный эффект и в данном случае точкой роста, в том числе и экономики, как правильно вы заметили, города станет туризм. Потому что под туризм нужно развивать инструктуру транспортную, нам нужно также продолжать благоустраивать наш город, создавать красивые общественные территории. Мы сейчас достаточно активно при поддержке Василия Александровича Орлова занялись ремонтом наших фасадов, подсветкой города. Достаточно серьезное идет внимание благоустойства общественных территорий, к развитию транспортного обслуживания населения, туристов. Есть много идей по туристическим маршрутам, малым, большим. И, конечно же, та экономика, которая будет расти за счет туризма, она даст тот самый мультипликативный эффект и в другие отрасли производства. И в итоге сделает, ну, скажем так, жизнь наших горожан более богатой. Спасибо Вам огромное за эту беседу. Будем следить и рассказывать о преображении в Благовещенске. Спасибо большое. Спасибо.